Как только начинается световой день, на аллее Магаданское время, уже несколько дней вокруг ледяных глыб начинается движение. Участники юбилейного 15-го по счету Международного фестиваля ледяных скульптур «Магаданский хрусталь» до позднего вечера творят, что хотят. Как говорил великий скульптор Миколанджело, убираем лишнее и все. В этом году тема состязания «Северный сувенир». Создать малые и большие скульптуры будут 11 команд в номинации «Мастер» от 18 лет и старше и три коллектива в номинации «Юный скульптор» до 18 лет. Всего «Магаданский хрусталь-2021» собрал порядка 30 участников. Мы вот так размышляли, а что вот для нас «Северный сувенир»? Мы живем на севере, да? И вот пришло в голову, что мы всегда везем крабов, гостинцы всякие, икру, рыбу, варенье с севера. Ну и вот это мы изображаем как вот несут чемодан, наполненный всякими гостинцами. Мы в старшей категории второй раз и три года подряд участвовали младшие до этого. А, ну то есть вы не новички? Не совсем. Ясно. А до этого удавалось взять какие-то места уже? В «Юных скульпторах» да. Все разы призовые, а тот уже уровень немного выше. Резать лед, как выражаются участники, это нелегкий труд. Нелегко, да. Первый раз как-то я думала будет немного проще. Холод или что? В чем проблема? Ну, да. Ирина Заславская и Наталья Гончарова – команда из Хабаровска. Участвуют в «Магаданском хрустале» в третий раз. В родном городе они – преподаватели творческих дисциплин в УЗИ и колледже искусств. Активно принимают участие в аналогичных конкурсах в Хабаровске. Также за плечами поездки в Китай, в Харбин и Чанчунь. Есть еще такие маршруты. Допустим, кто-то приезжает в Харбин. Ну, там в Харбин тоже разные. То есть, например, есть уже устоявшиеся конкурсы, а есть конкурсы, которые они только еще начинают открывать, и они тоже становятся традиционными. Чтобы ледяная скульптура поражала воображение и удивляла магаданцев, мастера используют специальный инструмент. Я бы назвала это вот фрезер. А вот это вот морковка мы называем между собой. Но это такая термоядерная вещь, очень страшная держать, честно говоря. Другая участница магаданского хрусталя Татьяна Артюхова с мужем приехали на фестиваль из Москвы уже второй раз. Основная семейная профессия – резьба по кости. Татьяна мечтала сделать большую, монументальную ледяную скульптуру. И супругам свою мечту осуществили в Магадане. Это называется скульптура «Привет». Тема с конкурса «Северный сувенир». И мы решили, лучший сувенир – это впечатление. Впечатления у нас замечательные остались в городе, новые друзья появились. И здесь мы видим момент зарождения дружбы. Вот мальчик и медведь. Они говорят «Привет». Уже сегодня вечером члены жюри фестиваля оценят законченные ледяные скульптуры, подведение итогов юбилейного магаданского хрусталя и награждение участников состоится завтра. Олег Дудник, Александр Фещенко. Специально для Вечернего Магадана.